всем привет сегодня точно не знаю о чем мы будем говорить о чем я буду говорить точнее но тема будет любовь к себе потому что меня тысячу раз спрашивали на скайфе как ты полюбила себя как ты перестала стесняться как ты перестала это то это я вам расскажу все это началось когда я была в трех и потом в америке так как это америка и там куча всякой разной еды я набрала еще килограмм 5 получается это было все конечно же бидно тем более что я невысокая и в общем я весила 48 49 где-то так и я понимала что вроде бы я ем такую неправильную пищу я сидела на пп до этого и вот и каждый день я себя ругала у меня иногда случались какие-то даже истерики когда я понимала что а блин у меня даже грудь выросла потому что все легче которые там еще в мае были нормальными в июле были уже маленькими точнее большими вот и в общем то да я из этого психовала мне было уже неудобно в тех же легче не было некомфортно в себе теле я чувствовала что я какая-то уже грустная большая массивная и Тома все это видела так как мы жили в одной комнате и она прошла через все эти истерики вместе со мной каждый раз она говорила мне али успокойся все нормально это твой вес это вообще не важно а я могла я прям могла рыдать я чувствовала что а я выпила там старбаксе на 900 калорий какой-то напиток значит все я живу и потом в общем тома сказала мне что она повторяла это точнее много раз что это все не важно и блин надо себя любить и не важно сколько ты весишь 50 килограммов 60 хоть тут 20 хоть 300 хоть 40 килограмм в 30 это блин это все не важно важно то что внутри и как-то раз то есть Тома меня все время ругала и я еще говорю что я такая глупая я ничего не знаю Тома меня из-за этого тоже ругала и небольшое ей спасибо как-то раз мы были на дне рождения у одной девочки в Америке в Порвенде и там я познакомилась с девушкой девочкой которую зовут Эвери по-моему она либо на год меня старше либо на несколько месяцев меня старше я видела что она не супер худая как это модно в журналах или там по телевизору показывать то есть она не спичка она абсолютно нормальная у нее есть где-то жирок потому что жирок это нормально и я смотрела на мне но она светилась изнутри это было так круто я просто вот именно это то что я хочу это то кем я хочу быть то что я хочу взять от нее для себя потому что внешность это конечно это очень здорово это классно но блин мы смотрим друг на друга и не будем отрицать что когда мы знакомимся с новыми людьми мы всегда обращаем внимание на их внешность то есть это очень важно да и когда говоришь ой я не обращаю внимание на как человек выглядит это все фуфло это все фигня но когда мы видим уже какие-то черты качества людей вот если они нам нравятся то это это намного сильнее энергию дамит что ли какую-то чем просто внешность то есть ты можешь быть самый красивый самый худой в школе но быть такой стервой или дурой что блин ты никому не будешь интересно с тобой никто не будет общаться так что не будут общаться точно такие же дуры так что это все просто неважно и я начала просто понимать что вес да если мне что-то не нравится в себе я просто смотрю в зеркало изучаю себя понимаешь что мне не нравится что хочу поменять я меняю это я делаю там какую-то зарядку я делаю упражнения открываю на ютюбе я бегаю хотя бегала не для этого но это как пример то есть занимаюсь спортом занимаюсь вообще какими-то делами просто исключая из рациона сладко исключая из рациона там жаль ну все что мне не надо есть для того чтобы дарить свои цели вот идеального тела так сказать просто это то тело наверное это то что когда она нам нравится это то что делает нас понятное дело счастливыми и да это то что то на что приятно смотреть но это не самое главное в жизни самое главное жизнь наверное это отношение это саморазвитие это какой-то это именно все что внутри это душа а вот это оболочка это не так уж важно а вот я начала понимать что мне реально уже не так важно как я выгляжу но в плане что мне не важно после того как мы снимали стом и видео как полюбить свое тело так оно называется и это самое длинное видео на канале которые многие посмотрели но я думаю что все что советовал дома это были ее совет потому что она как то в общем да она психолог она знает что сказать чтобы помочь людям и в общем то посмотрите это видео оставлю ссылку внизу также любовь к себе прибавляет уверенность в себе и это вырабатывается наверное ну явно не сразу то есть ко всему надо приходить со временем и с опытом у меня спрашивают как я перестала быть стеснительной я очень стеснительная девочка на самом деле и моя мама тоже довольно стеснительный человек я помню даже когда мне было лет пять мы ходили куда-то рисовать там были занятия как родители ребенок мы ходили и мы с мамой по моему вдвоем стеснялись когда попросили спеть какую-то песню там были какие-то конкурсы на празднике и в общем да я помню мы стеснялись и мы все время стеснялись и боялись чего-то но не так что прямо у него не пойдем но мы конечно спели эту песню но все равно я помню что мы точно стеснялись и это у меня наверное от мамы и в общем-то я до сих пор стеснительный человек но я себя заставляю потому что тебе надо притворяться чтобы это стало действительностью и реальностью и в общем-то наверное уверенность в себе прибавилась тогда когда я начала снимать видео и наверное следующий этап когда я начала раскрепощаться это знакомство с новыми людьми то есть это все общение это все какие-то отношения то как ты себя чувствуешь и то как люди к тебе тянутся тянутся ли они вообще вот это все очень сильно влияет на любовь к себе потому что ты понимаешь да со мной хотят общаться я там нравлюсь кому-то я этим не нравлюсь но что когда ты начинаешь знакомиться с новыми людьми в моем случае это старшие и младшие классы ты понимаешь да тебе есть о чем поговорить с людьми ты интересен а тебе тоже это очень здорово это конечно добавляет уверенности добавляет любви к себе так что это очень круто я могу вам дать совет не важно записывайте видео выкладывайте их вы можете их просто записывать для себя то есть вам не обязательно быть блогером вообще каким-то или там ведущим или не знаю кем не важно просто включайте камеру любую камеру которая у вас есть если у вас нет камеры просто встаете перед зеркалом и начинаете разговаривать с самим собой с каким-то отдельным предметом своему отражению что-то раз разъяснять рассказывать и так далее это я думаю это работает если вы будете делать это практически каждый день там несколько раз в неделю вы почувствуете разницу и еще немного про любовь к себе я думаю что самооценка повышается когда вы чем-то занимаетесь интересным то есть я делаю видео я занимаюсь английским я от этого уже чувствую себя увереннее я больше себя люблю то есть ваши хобби ваше увлечение вот это саморазвитие оно тоже очень сильно влияет и так же наверное правильный образ жизни ну я бы так сказала то что вы считаете правильным например я считаю не то что правильным а полезным именно как например возьмем еду я съела салат я чувствую себя лучше потому что я не съела дам какой-нибудь пирожок я съела салат и от этого реально лучше но если ты съел пирожок то ничего страшного это пирожок просто у меня была один раз истерика когда я съела кусочек тортика и мне было по-моему 14 почти 15 лет это было феврале в общем да я просто рыдала потому что съела кусок торта ну это все что я хотела сказать если у вас есть вопросы то о вас подойдите внизу и на эту тему можно много всего говорить но я особо пока ничего не знаю просто как-то конечно не до конца люблю себя то есть я смотрю на себя в зеркало у меня тоже есть какие-то недостатки ну как вот внешне именно я просто я убираю то что мне не нравится а если я не могу это убрать то я это принимаю потому что есть люди которые любят меня и которые любят пас и они не смотрят что у меня тут вот такой вот ой сейчас это как-то странно было у меня здесь бока или у меня здесь жирок или у меня слишком маленькая грудь у меня нет одного глаза вас не за это любят это было все пока